Всем привет, с вами Денис Хелман. В сегодняшнем выпуске. В Доте вышел Пайс 7-23, добавили новых героев. Что о них известно? Как в соцсетях встретили глобальное обновление? Посмотрим на комментарии Себа, Хина, Энесса, Лоды, Нахаза, Габлака, Каспера и Айсберга. А в конце видео первая статистика новых персонажей. Настолько ли они сильные? Это новый выпуск Дота Тренд на канале 1xbet Киберспорт. Поехали! В Дота 2 вышел Пайс 7-23, добавили новых героев, Войд Спирит и Снэпфайр. Релиз состоялся с подзаголовком Чужие Земли. В нем разработчики изменили баланс многих способностей и предметов, а также добавили в Дота 2 новых героев, Войд Спирит и Снэпфайр. По лору Доты, Войд Спирит это брат Эмбер Спирита, Эр Спирита и Шторм Спирита. Долгое время он оставался в неком убежище, но теперь вступил в бой, чтобы уберечь союзников, ибо грядет нечто большое. А Снэпфайр это тетушка Тимберсо, которая перемещается по миру на огромной ящерице. На ее спине расположена турель, которой может пользоваться персонаж. А сама она вооружена дробовиком. Несмотря на это, многие поклонники Доты ожидают, что герой окажется саппортом. Патч уже доступен в основном клиенте игры. Изменений очень-очень много. Обязательно уделите время и изучите его. Хотя бы основные тезисы и изменения ваших сигнатурных героев и их контрпиков. Это будет вашим преимуществом в игре. Кстати, о преимуществах. Получи 6500 бонусных рублей от 1xbet по ссылке в закрепленном комментарии. Двигаемся дальше. Это новая Дота, я так понимаю. Что думают о патче 7.23? Патч Чужие Земли принес в игру много нового. Давайте посмотрим, как это обновление прокомментировали в соцсетях. НС. Я, конечно, понимаю, что каждый патч все вайнят. Мол, как играть? Доту убили, че делается? А потом все привыкают. Но в этот раз они переборщили. Ван Гую очень много изменений происходящего в ближайшие полугодиках. То, что сейчас творится, это не Дота, это кастомка какая-то. Нейтральные шмотки, это плохая идея на самом деле. По крайней мере, в том формате, в каком это есть сейчас. Нельзя просто взять и добавить какой-то рандомный дроп, через чего в Доту, и считать, что это нормально. Это не нормально. Я не против новшеств вовсе, но эта хрень полная. Каспер. Не понимает только, почему эту игру не назвали Дота 3. Потому что Blizzard, свой Overwatch и 5% от этих изменений не внесли. Но цифру 2 приписать не забыли. Лода. Что это, черт возьми, за патч? Смотреть мейджоры теперь будет очень весело. Но убраны боковые лавки. Покойся с миром торговец. Сеп. Больше ты не будешь скрасть моих курьеров, Топсон. А если попробуешь, буду посылать тебе мантии, рукавицы и тапочки. Не злись. Хин. Это обновление что-то с чем-то. Выглядит даже больше 7.00. И я еще не закончил читать патчноут. Нахас. Как только я подумал, что успел проиграть матч в Дота 2 всеми возможными глупыми способами, мне дали курьеров, которые умеют использовать предметы. Придется добавить в этот список моменты, когда меня превратили в овцу с помощью Skies of Vice, застанили с Abyssal Blade или Meteor Hammer, а также они дали использовать Blink с включенным Radiance. Габлак. Очень понравился патч. Жалко, у новых героев нет аганимов. Все механики очень крутые. В Доте будет 5 полноценных игроков с прокачанными героями и импактом. Плюс много драг за аванпосты. И в заключении, комментарии Айсберга. Надежда. Айсрок точно постарается минимизировать элемент рандома. Реальность? 70 рандомных предметов, которые падают абсолютно рандомно. Ура! А что вы думаете об этом патче? Неужели это лучший патч за всю историю Доты? Или наоборот худший? Прямо сейчас напишите ваше мнение в комментариях. Снэпфайр стала самым популярным героем в Доте 2. Статистика новых персонажей в патче 7.23. Что примечательно, у обоих персонажей процент побед ниже 50%. Снэпфайр появлял 60% всех игр, а ее винрейт составил 35% на низких рангах и всего 33% на рангах иммортал. У Войт Спирита игроки выбирали 52% случаев, винрейт на уровне 43%. У игроков за Снэпфайр самой популярной стала сложная линия, а за Войт Спирита игроки чаще ходили на центральную линию. А как вам новые персонажи Войт Спирит и Снэпфайр? Напишите ваше мнение в комментариях, будет интересно почитать. Я Денис Хеллман, и если вам понравилось это видео, то зарядите сочный лайк. Подписывайтесь на канал 1xBetCybersport и будьте в курсе всех новостей. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!